МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 19 век в 21-м вольные традиции возрождают в столице. Куда пропал славянский алфавит и как выявить принцип золотого сечения квадрата Малевича? Лекции и выставки кинопоказы в рубрике «Афиша». Молодых педагогов соберут на Селегере. Новая смена «Учитель будущего» стартует в этом году. Об этом стало известно в ходе заседания в Министерстве образования и науки России. Реализацию нового проекта с педагогами обсудил руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев. Мы планируем в марте-апреле выйти на концепцию. В мае мы планируем провести конференцию на проблематику, связанную с молодыми учителями. И, в общем-то, создать повестку, уже сформировать повестку предстоящей смены. Мы рассчитываем на смену видеть 600-700 человек. Основное внимание в ходе конкурсного отбора сосредоточит на вузовских преподавателях со стажем работы не менее года. Средний возраст участников должен составить 25 лет. Одними из острых проблем, по мнению педагогов, являются вопросы кураторства и работа со студенческим самоуправлением. Лекционная часть образовательной программы составит не более 20%. Большая часть смены будет представлена мастер-классами и педагогическими дебатами. В Москве начинается апробация электронных учебников в школах. Организовать ее поручил руководителем 60 образовательных учреждений столицы глава департамента образования Исаак Калина. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства. Список электронных пособий, апробируемых в образовательных учреждениях Москвы, утвержден приказом департамента образования столицы. В него вошли 11 электронных учебников. Педагогам-участникам эксперимента окажет методическую помощь, а информация об итогах апробации будет известна к 5 июня 2013 года. Дыхание 19 века в 21-м. Бальные традиции возрождают в столице. Нарядные дамы и изысканные кавалеры вальсировали в центральном выставочном зале Манеж. Здесь состоялся Кремлевский кадетский бал. В нем приняли участие были тысячи представителей кадетских и суворовских училищ. В этом году событие приобрело международный размах. На бал прибыли гости из Украины, Белоруссии, Греции, Сирии и Испании. Бал мы проводим в честь очередной годовщины защитников Отечества, 70-летию суворовского движения в нашей стране и вообще кадетского движения. И в этом году отмечается 400-летие дома Романовых, при которых начиналось как раз это бальное движение. Я желаю Я желаю вам от имени всех организаторов хорошего настроения и много хороших впечатлений от этого бала. Будущим защитникам Отечества необходимо привить чувство культурного и духовного преемства нынешней России от славных дел наших предков, считают организаторы бала. И выполняют эту задачу красивыми методами. Не только в столице, не только на балах воспитывают будущих защитников Отечества. В Ростове-на-Дону в 1993 году группа патриотов воссоздала второй Донской императора Николая II кадетский корпус. На данный момент он входит в состав Донского государственного технического университета. О том, как живет кадетский корпус в юбилейный год, рассказывают корреспонденты ДГТУ-ТВ. Любой мальчик это будущий защитник Отечества. Неважно, в форме он, в погонах или нет. Поэтому мало быть просто в погонах владеть оружием и понимать, зачем все это, ради чего все это. Быть не наемником, а быть верным слугу Отечества. На гражданском поприще, на военном, быть человеком порядочным, честным, благородным. Вот, собственно говоря, цели главные нашего воспитания и работы нашего учебного заведения. Сегодня в корпусе обучаются 546 кадетов и воспитанников с 1 по 11 класс. Более 80 из них это девушки. Сначала было очень трудно учиться, очень тяжело, но со временем я привыкла и мне стало легче. И через год после обучения я поняла, что корпус стал для меня вторым домом. И я никуда отсюда не уйду. И все люди, которые меня здесь окружают, они стали моей второй семьей. И мне, я очень горжусь тем, что я здесь учусь. Кадетский корпус это вторая ступень системы непрерывного образования, действующей в ДГТУ. Поэтому, как в обычном лицее, воспитанники и кадеты получают здесь полное среднее образование. В отлично оборудованных классных комнатах и лабораториях кадеты и воспитанники изучают химию, физику, математику, русский язык, литературу. Словом, все предметы по курсу средней школы. Я считаю, что все предметы помогают в саморазвитии, как бы они все нужны. То есть, та же самая биология, кажется, что она тебе не пригодится, кому-то, а на самом деле она помогает тебе развиваться умственно. В число обязательных предметов входят основы православной культуры, основы военного перевода, этика, эстетика, история кадетских корпусов, история казачества, военная история. Мы кадеты, мы подчиняемся России, любим Россию, защищаем ее, уважаем, помогаем ей. Здравствуйте, господи! Здравствуйте, вирус, вольт, в шнап! Вольно, садись! Вольно, садись! Воспитанников и кадетов готовят в корпусе к государственной службе на гражданском и на военном поприщах. Поэтому в центре образования также военные дисциплины. Таких ребят всегда ждут в российской армии. Подготовленные, стойкие к испытаниям в армейской жизни, они, как правило, сразу становятся опорой офицеров и старшин, помогают новобранцам, пришедшим с гражданки. Огромное внимание уделяется общей физической подготовке питомцев корпуса. Три девушки, кадеты корпуса, стали чемпионками России по армейскому рукопашному бою. Светлана Васильева, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ. Специально для телеканала Просвещение. Празднование Дня Защитника Отечества. Традиции факультета военного обучения Южноуральского государственного университета. На мероприятие приглашают преподавателей вуза, ветеранов и слушателей. Уже третий год подряд праздник проходит в двух частях. Первое – торжественное собрание вручения грамот и благодарственных писем отличившимся. Во второй части праздника состоялось состязание между командами танкистов и связистов. Строевая песня, видеопредставление, викторина на тему Сталинградской битвы. Эти и другие этапы предстояло преодолеть участникам. Лучшей, по мнению жюри, стала команда связистов. Праздник в актовом зале ЮРГУ стал не единственным мероприятием, посвященным Дню защитника Отечества. Незадолго до этого состояло состязание по стрельбе между сотрудниками вуза. Наш выпуск продолжит афиши научных и культурных событий в Москве 25 февраля. В лектории Политехнического музея лекция «Кирилл и Мефодий неудачники или визионеры». Созданный салунскими братьями славянский алфавит глаголится «Исчез лица земли». Наша кириллица не имеет к нему никакого отношения. Моровская миссия Кирилла и Мефодия закончилась полной неудачей уже вскоре после их смерти. Так в чем же всемирное значение этих людей? Главный вопрос лекции. В Государственном центре современного искусства лекция «Прибавочные лекции» Казимира Малевича и его числовой образ. В рамках встречи пройдет однодневная экспозиция работ Александра Панкина и их обсуждение с автором. Художник расскажет, как, проводя числовые замеры квадрата Малевича, сумел выявить в нем подтверждение принципа золотого сечения. В библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна в рамках клуба друзей Андрея Тарковского премьера документального фильма «Дали Руст. Дом Марины». Лента рассказывает о семье Тарковских, в которой были и боль, и сложные взаимоотношения и недопонимания. В представлении фильма принимают участие его создатели и герои. В Государственном музее Маяковского премьера спектакля «Он сам» этюды о жизни и творчестве Владимира Маяковского. Постановка рассказывает о нелегкой судьбе гения российского футуризма. Артисты проведут зрителей по всей экспозиции музея, переместив другую эпоху. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин